Ахайо, Казуко Фэмили саны! С вами Казуко Фэмили! Как бы банально это ни звучало. Если вы слышите эту музыку, значит мы вновь продолжаем новое начало, режиссёрскую версию. Я не знаю, оставлю приветствие так или нет, но, а вам скажу заранее, приглашайте друзей, пока ещё есть возможность, ну, чтобы посмотреть данное видео. Да, потом ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, главное сделайте чаёчек и кофеёчек, так как ещё холодненькие дни остались. Ну, а мы, в принципе, наверное, продолжим с того момента, откуда остановились, так что, в принципе, почему бы и нет, правильно? Просто ждём... Тэкс Ну, вроде бы загрузилась. Мы играем теперь за Бента, вот, до этого мы играли за Фэй, поэтому... Тэкс, что нам делать? Что делает эта шторка? Тэкс. Совсем немного приватности вполне достаточно. Тэкс... Давай. Так, а теперь что? Ээээ... Закрыто. Да понятное дело, попробуй с карнизом что-то сделать. В смысле используем это, ну... А на что? Серьезно? Подожди. Аааа, спина! Старый, не старый, но в этих костях еще есть немного жизни. Вот увидите. Ладно. Че у нас в буфете? Ага. Что еще? А в этом буфете что-нибудь есть? Серьезно? Будем все тыр-тыр-тырить, да? Чего? Щипчики для ногтей? Так. Не хватает только подходящего плана. А фиг его знает, какой план. Так. Посмотрим в окно, что ли? Внизу я вижу фьорд. Слава богу, мы все еще в Норвегии. Ааа, ты в Норвегии жил? Внизу я вижу фьорд. Слава... Это я понял. Отравление воздуха не имеет значения, зато в доме не воняет. Ага. И че нам теперь? Должен быть другой способ. Да, не орит и так. А, вот винт. Тут понадобится что-то получше из-за скорузлого пальца. Прежде чем действует, нужно хорошо подумать. Должен быть другой способ. Да не орит и так. Так, подожди. А при чем тут расческа? Черт побери, подходит, но все время соскальзывает. Так, подожди. Так, подожди. Крестовая отвертка. Она держит что-то снаружи вертолета. Ну и что, открутить нельзя? Ерунда в чистом виде. А чем открутить-то? Проблема в этой юной активистке, в ее друге, а не в моих ногтях. А, подожди. Мы можем сломать в инвентаре что-то ж? Немного прогнил в середине. Но, в принципе, в хорошем состоянии. Окей. Ладно. Единственный способ соединить их обратно, вот каков. Так. Такой идиотский план. Но он сработал. Так. Кавель. Это должно быть часть параболической антенны. Больше тут ничего нет. Так, а можно сделать так? Хм. А потом что? В смысле? Так. Так. Так, подожди. Так. Кады. Так. Не, так ничего не выйдет. В смысле? Какая ерунда! Подожди, а ручки двери... Эм, нет. А, подожди, ты имеешь ввиду? Стоп. Глупости! Я же ученый, а не скульптор-модернист. Подожди. А, мы кабель вытащили, ёпара сутэ. Так, а теперь вон отсюда. Ладно. Так, а что тут у нас? Диктофон? Минуточку. Это еще что такое? В наушниках запуталась какая-то странная пластиковая сеточка. Возьму-ка я ее с собой. Пусть этим занимаются люди, которые что-то понимают в подобной литературе. К примеру, доктор Ангуст. Шведские детективы. Креативное излияние Огги. Том первый и том второй. Ладно. Это не из моей области. И не возникает это? Справочники по журналистике, политике, исследования НЛО и Жюль Верн. А рядом мы пишем роман и словари. Норвежско-японский, норвежско-китайский и норвежско-корейский. Чем только люди в жизни не занимаются. Ради что? Вам еще что-то надо рассмотреть. Лучше оставить их там. Кто знает, чем они еще управляют. Тебе чего вообще надо, а? Мне надоело, что ты постоянно тормозишь. Да, все равно. А теперь заткнись, глупая корова. Ладно. В следующем отсеке видна рация. Если бы этой Фэй тут не было, я мог бы попробовать позвать на помощь. Так. Уходят в стену и за шкаф в соседнем отсеке. Угу. Ладно. Тут кабель. Уберу-ка я книги пока в сторону. Швец. Кабель соединяет кабину с коммутатором в соседнем отсеке. Подожди, допустим. А дальше что? Давайте попробуем прослушать. Это Фэй просто красавица. Если хотя бы половина из того, что она рассказывает, правда, тогда у, ха-ха, все будет хорошо. Конечно, нам понадобится хороший пиарщик. Или, хотя, черт с ним, сделаю все сам. Бонзай! Изменение климата! Боже, как же она хороша. Кажется, у нашей милой Фэй появился обожатель. Ха-ха. Окей. Это Фэй просто красавица. Если хотя бы... Конечно, бонзай! Боже! Кажется, у нашей милой Фэй появился обожатель. Работает. Ты весь день просто валяешься на солнце. А когда ты вдруг нужен, ты только мешаешь. И не надо так глупо смотреть. Твои невинные гляделки больше не прокатят. Что, дар речи потеряла, да? Тебе, старая кошелка, тут делать нечего. Прелестно. Потомки будут безмерно рады. Тебе, старая кошелка. Ха-ха. Так. Огнали. Тебе, старая кошелка. Справочники пожурно, а рядом норвежский. Чем только... О, страницы вовсе не вываливались. Просто так казалось. Текст. Используем щипчики для провода, сейчас посмотрим. Давно мне не было так интересно. Так, а попробуем на диктофон. С ним никто не будет скучать. Так, хорошо. Может действительно сработать. Так, а дальше? Так, теперь попробуем открыть дверь. Ага. Так, взять. Позже бритья. Еще немного лосьона, и страницы полностью растворятся. Отлично. И пропитанный алкоголем страницы на вентилятор, да? Должно держаться. А! А ну, подожди. Надеюсь, все пройдет нормально. К счастью, чат немедленно выходит наружу. Так. Так, включи. Вот, связь есть. Отлично. Так. Окей. Так, сейчас будет самое интересное. Мы включили эту хрень. Теперь время... Ты весь день просто валяешься на солнце. А когда ты вдруг нужен, ты только мешаешь. И не надо так глупо смотреть. Твои неминные гляделки больше не прокатят. Гляделки? Тебе, старая кошелка, тут делать нечего. Да что ты себе позволяешь? Ты же меня практически не знаешь. Я тут столько всего делаю, совсем разбираюсь, а ты только и делаешь, что на меня пялишься. Э-э-э-эй, что за суета? Я же не говорю ничего. Ты как дитя малое. Извинись хотя бы. Э-э-э, прости что ли? За что? За то, что я сказал. А что ты сказал? Ничего. Я тут немного чего-то натворил. Так, ладно. Посмотрим. Уволенный ученый против Бонни и Клайда. Это будет весело. Я, возможно, мало чего понимаю о нашем и вашем времени, но этого я не заслужила. Так что хватит переводить тему и скажи мне, что это означает. Фей! Фей! Фей, 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 Фей! Дверь! Что? Бент! Похоже, ситуация переменилась. Бент! Выпусти меня! Так, подожди. Так. Окей. Я ни секунду не сомневаюсь в том, что вы преследуете благородную цель. Однако цель никоим образом не оправдывает средства. Мне очень жаль, Бент. Я не хотела прибегать к насилию. Это все Огги придумал. Не получалось. Ты нам нужен. От этого так много зависит. Я бы с радостью поверил в то, что моя водоросль когда-нибудь спасет мир. Но в ваши руки я ее точно не отдам. Вы обманули мое доверие. Но что же тогда с ней станет? Я единственная, кто пока верит в твою работу. Даже ты в нее уже не веришь. Мне уже надоели ваши выдумки. Бент, погибнут миллиарды. Только ты можешь хоть что-то изменить. Глупости. Один человек может нести ответственность за будущее всего человечества? Ну, конечно. Каждый человек в отдельности. А ты особенно. Пожалуйста, дай мне все рассказать до конца. Все остальное происходит уже не в будущем, а тут, в Норвегии. Может быть, тебе будет проще мне поверить? Довольно. Хватит дурака валять. Фэй, смотри. Сейчас я тебе помогу. Погоди. Раз, два, три. Могли бы обсудить это как взрослые люди. Но вы не оставляете мне никакого выбора. Я никогда. Больше никогда. Ха! Я же тебе говорил. Старый циник больше ни на что не способен. Он прав. Старый циник больше ни на что не способен. Пора переходить к плану Б. Хорошая идея. Так, а теперь оставьте меня, пожалуйста, в покое. Как можно быть таким ограниченным? Что? Почему ты так презрительно относишься к своей ответственности? Ха! Послушайте меня внимательно. Я всю свою жизнь боролся и пытался предотвратить наступление такого мира, который вы описываете. Я был настолько одержим будущим, что практически пожертвовал ради него своей семьей. А потом вдруг у меня на пороге появляется какая-то незнакомая девушка и обвиняет меня в том, что я презрительно отношусь к своей ответственности. Я... я этого не знала. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое, господи. А поскольку покоя ждать мне не приходится, я собираюсь сообщить об этом властям. Мне очень жаль. А уж мне как. Так. Понятно. Вот же значит, что мы сделали, да? Он может спланировать свой побег. А у меня голова своим забита. Так, а что тут? Листок. Здесь написано. Вопрос I.O.E.C. Эмилио Индес. Мошенник? Вопрос демонстрантам. Разве он не помогает третьему миру? Ниже. Глава первая. Переполох в Осло. Фэй против Индес Индестрис. Бабах! Хм. Я же не обязан это понимать, верно? О, как. Алло? Помогите! Помогите! Меня похитили! Алло? Слышу хорошо. Кто там? Меня зовут Бент Свенсен. Меня схватили какие-то психи. Свенсен? Да. Думаю, я на вертолете. Не знаю, что у них на уме. Они ворвались в мой дом. Рассказывали мне какие-то сказки. А потом меня просто отключили и похитили, черт бы их побрал. Вы меня слышите? Алло? Вы еще там? Да, я еще здесь. Включите монитор. Что? Ты видишь, Свенсен? Ты видишь? Это никакие не сказки. Это все по-настоящему. Нет. Смотри внимательно, Бент. Это ваше будущее. Нет. Мошенники. Лжецы. Черт бы вас... Да, я так же реагировал. Пришло время рассказать историю до конца. О, давай лучше я. Без обид. Но твой вариант всегда звучит как-то сухо. Можно представиться? Меня зовут Лайф Огерзунд. Но мои друзья зовут меня Оги. Я фрилансер. Занимаюсь журналистикой. Писал я репортаж о демонстрации, которая проводилась перед штаб-квартирой надзорной комиссии по энергетике. Писал я, значит, когда вдруг случилось это. Кто там? Мы на месте. Глава четвёртая. Ага, конференция. О, как. Она в самом деле справилась. Кхе-кхе-кхе. Радистка Фэй саботировала план Феникс. О, как же меня тошнит. Возьми себя в руки. Что... Что тут делают все эти люди? А почему ты мне не скажешь? Кто у нас тут специалист? Похоже, они пришли сюда из-за конференции. Они ничего не добьются, если будут тупо тут стоять и размахивать плакатами. Именно поэтому мы и вернулись в это время. Потому что люди только говорили, но ничего не делали. Это нечестно, Сальвадор. Они не знают того, что знаем мы. Что у них остаётся всего лишь неделя до аварии на электростанции. И какими будут последствия. Если бы я только могла попасть на конференцию и убедить их остановить электростанцию. Ты правда думаешь, что они будут тебя слушать? Я... Я не знаю. Надеюсь на это. Надеюсь. Ты знаешь, что делать с давлением. Ты же знаешь, что на кону. Ох... Угу. Тикс. Подходящая ёмкость сейчас не помешала бы. Смотря для чего. Ага. Кладём внутрь. Бульон ещё горячий. Прекрасно. Очень похоже на наши ёмкости для сахаридов. Хм. Это и есть ёмкости для сахаридов. Окей. Так, берём кружку, как я и сделал. Рассматриваем какие-то над окном. Так. Так, подожди, ещё что ли взять? Больше мне этих ёмко... Окей. Я лучше ничего не буду добавлять в это варево. У него после этого вкус пропадёт. Ого как. Ладно, хорошо. А дальше? Так, подожди. Чё тут ещё есть? Подожди. А, вот фотоаппарат, да? Давай. Ой. Ого. Быстро. Эй, есть тут кто-нибудь? Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я вас не слышу. Я вас не слышу. Убирайтесь обратно в своё измерение, демоны. Предупреждаю вас. Я представитель прессы. Я могу сказать, что мне нужно, но он не будет меня слушать. Ладно. Но музыка прикольная. Мне заходит. Музыка. Дверь куда? Ладно, поговорить что-ли с Альвадором? Походу, да? Можно мне сказать? В чём дело? Я постоянно думаю о Дельвине. Я... Я не хотела, чтобы что-то случилось. Дельвин сделал то, что нужно было сделать. Он понимал, что наше задание куда важнее, чем жизнь любого из нас. И тебе это тоже не мешало бы запомнить. А что нам теперь делать? Нам? Ты привела нас сюда. Так что попытайся пройти на конференцию и убедить их всех в необходимости остановить электростанцию. Там снаружи толпа людей. Тогда тебе стоит попытаться установить с ними контакт. Может быть, они ещё смогут нам помочь? Пойду-ка я снова работать. Иди. Ну, держи меня в курсе. Ладно? Хорошо. Так. Нет, спасибо. Моя рация куда проще в обращении. Ладно. Погнали. К сожалению, для ещё одного прыжка у нас не хватает энергии. Защитите окружающую среду, пока не стало слишком поздно. Защитите окружающую среду, пока не стало слишком поздно. Да, вы правы. А если... Нет ядерной энергии? Нет ядерной энергии! Нет ядерной энергии! Мы должны немедленно остановить электростанцию Индеса, иначе... Иначе что? Это не вам решать. Все, кто имеет хоть какое-то право слова внутри, на конференции. И все они слушают только то, что говорит этот эксперт, доктор Браун. Браун? Да он же марионетка отрасли! Пф! Ох уж эти теории заговора! Поберегите лучше глотки и убирайтесь! Ха-ха! Окей. Привет! Да прибудет с тобой Земля. Что мы можем для тебя сделать? Я ищу способ пробраться на конференцию. Если тебя не пригласили, или ты не журналистка, ты туда не пройдешь. Но мне нужно сказать всем участникам кое-что важное. Если они продлят лицензии электростанции, случится нечто ужасное. Это им совершенно не интересно. Их же только деньги интересуют. А потом они еще предъявляют этого эксперта, доктора Брауна, от доклада которого все зависит. Они же его просто купили! А почему же вы здесь все еще стоите, если все уже и так заранее решено? Мы просто хотим показать им, сколько людей выступает против атомных электростанций. Может быть, тогда они еще раз задумаются. Ага. А что вы скажете про швейцара? Не особо симпатичный тип. Больше похож на вышибалу. Но до сих пор он был относительно спокоен. Надеюсь, таким он и останется. У меня тут для тебя горячий кофе. О, спасибо. Это очень мило. Ты не мог бы одолжить мне ненадолго свой громкоговоритель? А для чего он тебе нужен? Ну, чтобы меня услышали люди, которые не хотят слушать. Это мне знакомо. Бери, я не против. У нас еще запасной есть. О! Только верни его. Хорошо? Ладно. Обещаю. Так, подожди. А как теперь? Ну, ладно. Погнали к вертолету. Икс. Привет. А-а-а! Говорит радистка Фэй. Ты меня слышишь? Ты что, издеваешься? Сделай потише. Мы пришли из будущего, чтобы предотвратить перемену климата. Вы... Что вам нужно? Все верно. Мы из будущего. Мы? Я вижу только тебя одну. Нас здесь двое. Я и Сальвадор. И вы в самом деле путешественники во времени? Круто. А я все думал, что они всегда голые. Потому что одежду через время протащить нельзя. Нет, к счастью, мы смогли взять все, что нам нужно. Потому что мы путешествовали в темпоральной капсуле. Темпоральная капсула? Ага. Интересно. А как эта штука работает? Наша темпоральная капсула работала от Свенсона. А это что еще? Так звали чувака, который тащил вашу капсулу сквозь время? Нет. Бен Свенсон открыл способ извлечения энергии с помощью синих и зеленых водорослей. Потом его именем назвали генератор, который обеспечивает темпоральную капсулу энергии. Обобщаю. В будущем у вас появился некий альтернативный источник энергии. Причем настолько мощный, что вы с его помощью можете путешествовать во времени? Да. Но почему вы тогда прилетели именно сюда и именно сейчас? Через неделю взорвется атомная электростанция Индеса. Именно поэтому мы здесь. Мы хотим этого не допустить. Чтобы спасти будущее человечества. Наше будущее. Ты что, серьезно? Это... Это... У тебя доказательства есть? Да. Показывай. Ну, прошу, 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 прошу. А с чего мне вдруг это делать? Я раздую из этой истории такое, такое? Вот мое удостоверение журналиста. Лейф Огерзунд. Это меня так зовут. Но можешь звать меня Оги. Меня зовут Фей. Спасибо. Как... Как ты это делаешь? Ммм, понимаю. Ты хочешь убедиться, что я действительно журналист? Тогда можешь взять ксиву. У меня их несколько. Но возвращайся, пока все это дело еще не остыло. Так, а теперь как поменять? Фотография слишком большая и не приклеивается. Так. Лучше не надо. Нет. В смысле? Один ножницы, стоп. Совершенно точно, нет. Не понял. Вообще-то мне не помешало бы немного поспать. Но я не должна ставить под угрозу успех нашей миссии. Стоп, а не ножницы? Ээээээээээ... Нет. Фотография слишком... Да я в курсе. А что с фотографией, как можно взаимодействовать? Как-то глупо я. Нет, подожди. Ящик, что ли? Пусто. Ага, ножницы. Заберу с собой. Пусто. Я ящик не рассмотрел, бывает. Пусто. Пусто, да будет густо, да? Теперь не похоже, чтобы я на этой фотографии была после аварии. Окей. Ни в коем случае. Окей, сахар приложи, тогда как наклеить? Я не знаю. Не знаю. У фотографии нужный размер, но она не приклеивается. Окей. Это ничего не даст. А как оно это даст? Серьезно? А, в натуре тут плита есть. Окей. Давай. Эм... В смысле? Да ну нафиг. Да ну нафиг. Серьезно? Я даже не знал, что надо успеть... Я возьму всего парк. Что надо успеть... Что надо успеть... Применить этот... Ножик. Давай. Маш фотографию. Теперь задняя сторона фотографии совсем липкая. Вот. Надеюсь, хватит. Так, окей. Погнали, чё. Дальше. Ахаха. Анимация тут, конечно, прикольненькая. Тейкс. Хм... Не знал я, что Лейв – женское имя. Эээ... Да, я это часто слышу. Но на фотографии, вне всяких сомнений, вы. Хотя выражение лица немного странное. Ну так что, можно мне войти или нет? О, да. Конечно. Входите. Статистика говорит сама за себя. Чего мы здесь не видим, так это опасности роста. Вы все найдете в моем отчете на странице 512. Соответствующий график размещен на странице 522-й. Но вы уже все сами прочитали. А главное... То есть, что я хотел сказать? Да. Большое спасибо, господин Бургхарт. Думаю, для ознакомления этого достаточно. Я... Я еще не... А сейчас мы дадим возможность господину Индесу прокомментировать выкладки профессора. Потом, после короткой паузы, мы прослушаем отзыв инспектора комиссии по защите окружающей среды, доктора Брауна. Господин Индес, прошу вас. Индес. Благодарю. Из-за жесткого регламента я постараюсь быть кратким. Думаю, это и в ваших интересах тоже. Дамы и господа, доклад нашего уважаемого господина профессора был очень подробным. Но ответ на самый важный вопрос он нам не дал. А вопрос этот звучит так. Каковы альтернативы? Факт в том, что в упомянутых странах мы столкнулись с большой нехваткой энергии. И чем же нам покрыть эту нехватку? Мои электростанции надежны. Они чисты и выделяют гораздо меньше вредных веществ, чем, скажем, угольные электростанции. Какая же волшебная энергия может заменить эту многократно испытанную, надежную и чистую технологию? И кто нам ее даст? Бен Свэнсон, он знает способ получения водорода благодаря сине-зеленым водорослям. Очень хорошо. Наш новый очаровательный эксперт, возможно, не ознакомился с протоколом нашего слушания, но выразилось на удивление точно. Нет ни одной серьезной альтернативы. Но водородные водоросли работают, они... Нет ни одной технологии, которая даже близко могла бы сравниться с моими электростанциями. Насколько мне известно, Бен Свэнсон и сам прекратил работу над этой технологией. Посмотрим фактом в глаза. Атомная энергия, которую производит Индос Индос Трис, единственный логичный шаг в безопасное будущее. Но... Я вынужден просить вас не мешать нашему собранию. Если вы будете говорить с места, я буду вынужден удалить вас из зала. Поверить не могу, что вы слушаете этого очковтирателя, ведь речь идет о нашей планете. Прошу соблюдать регламент. Большое спасибо. Она очень смешно сказала про очковтирателя. Меня это очень... Рассмешило. Текс, направо есть и налево, да? Ну, пойдемте налево, наверное, да? Сначала. Да, мадам. Сообщите, пожалуйста, на кухню, что закуски скоро закончатся, ладно? Но... Никаких но. Передайте на кухню, что вас прислал доктор Браун. Да, тот самый доктор Браун. Но я не работаю на кухне. Я думал, что вы относитесь к персоналу, потому что на вас это униформа. А что вы тогда тут делаете? Я журналистка. Тогда я с сожалением должен вам сообщить, что я не даю интервью. Все, что я могу сказать, есть в моем отчете. Можете несколько позже прослушать мою речь. Я знаю, это просто безумие, но... На что? Электростанция Индеса через неделю взорвется. Откуда вы знаете? Вы что, террористка? Нет, я... Тогда и не надо давать таких неквалифицированных прогнозов. Электростанции, которые я проверял, Отмечают всем необходимым требованиям И абсолютно безопасны. Да уж. Ясно. Так, что тут у нас? Лучше пусть это делают другие. Выглядит аппетитно. О, да. Попробуйте обязательно. Выглядит... О, да. Попробуйте обязательно. Текс. Че, это реально стеклянная дверь? Ух ты ж, ёо. Прикольно. Такого мой голос не выдержит. Отсюда толпа выглядит вовсе не такой уж большой. А-а-а. Слушайте меня. Слушайте её. Слушайте её. Слушайте её. Лучше сегодня быть активным, чем завтра радиоактивным. 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 Слушайте её. Слушайте её. Нет реактору в тропических лесах. Нет лысой планете. Нет реактора в тропических лесах. Нет лысой планете. Нет реактора в тропических лесах. Нет лысой планете. Нет реактора в тропических лесах. Слушайте меня. Нет лысой планете. Слушайте её. Слушайте её. Реакторы нужно запретить. Реакторы нужно запретить. Реакторы нужно запретить. Реакторы нужно запретить. Реакторы нужно запретить! Интересно так. А здесь что? Фэй, ты меня слышишь? Как дела? Я на конференции. Я даже смогла поговорить с этим доктором Брауном. С экспертом, которого здесь все слушают. И что он сказал? Да он меня особо не слушал. И интересовался только едой. Так я и думал. Вся эта конференция чистая шоу. Итак, что ты теперь собираешься делать, Фэй? Даже и не знаю, что еще сделать. Тогда дай мне с ним поговорить. У меня свои методы. Но для этого ты должна каким-то образом обеспечить мне доступ в здание, где проводится конференция. Причем так, чтобы меня не заметил швейцар. А это еще почему? У нас были небольшие разногласия. Но это не важно. Ты просто должна найти способ незаметно провести меня в здании. Ладно, увидимся. Так. Охранник. Человек. А ну-ка. Ого. Миру скоро конец. Некоторые люди просто не желают слушать. Стоять! Вы не имеете права сюда входить. Это еще почему? В эту зону вход разрешен только участникам конференции. Мне очень жаль. С той стороны открыть дверь не получится. Ага. А здесь? Это может подождать. Красивое местечко. Текст, а что здесь? Реакторы нужно запретить! А-а-а. Это выход. Блин, я не понял сразу. Реакторы нужно запретить! 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 Окей. Так, остается лифт Да? Так, остается лифт Че? Без правильной карты ничего не получится А что еще тут? Двойная дверь? Работает только с ключом Так, подожди, поднимаемся Подожди, а где второй этаж? Что за? Крышка Похоже на обозначение Кладовки А это что? На табличке нарисованы Возможно, это указатель На гигиенические камеры Туалет, короче, да? Похоже на обозначение Кладовой Реакторы нужно запретить Стоп, что? Реакторы нужно запретить Реакторы нужно запретить Интересно, сколько людей здесь живет Реакторы нужно запретить Табрали Но тут же ничего Сцену посмотреть, что ли? Публика ждет этого доктора Брауна Он ни в коем случае не должен Заговорить об электростанции Иначе все напрасно А, вот второй этаж Твою же мать Воооот Я комнатку профукал А ну, поговорим с этим электриком Походу, да? Можно же? Привет Могу я кое-что спросить? В чем дело? Зачем ты наблюдаешь за демонстрантами? Потому что я хочу знать Что эти чокнутые делают Мне совершенно не нравится то Что они стоят рядом с подземным гаражом А что в этом такого плохого? Вы телевизор не смотрите? Такие демонстрации обычно проводят погромщики Которым лишь бы машины посжигать О, почему же я сегодня не поехал на работу на автобусе? Пока демонстранты ведут себя достаточно мирно Надеюсь, они и дальше будут себя так вести Еще что-нибудь? Угу Зачем ты все время рассматриваешь эту штуку на экране? Штуку? Это же Торпан, 74-го года Родстер с открытым моноблочным компрессором Выжимает 410 лошадей из 12 цилиндров Впечатляет, да? Моя малышка разгоняется до сотни за 3 секунды И оставит позади в облаке пыли любую другую тачку А ты вообще думаешь о том, как сильно ты тем самым загрязняешь окружающую среду? Из-за таких безответственных людей, как ты Земля обрушивается в климатическую катастрофу Не знал, что вы тоже из этих эко-фанатиков Оставьте меня в покое со своей экологической болтовней И не дай бог ваши коллеги приблизятся к моему автомобилю Я их тогда собственноручно по асфальту размажу В данный момент демонстрация выглядит довольно мирно Надеюсь, так оно и останется Еще что-нибудь? Приду еще раз попозже Руками не трогать И даже не думайте попробовать еще раз Я всегда приглядываю за своими ключами Запомните Так, а как нам его отлечь? А-а-а-а, я понял прикол Так, сейчас подождите Надо с охранником поговорить Реакторы нужно запретить Привет Реакторы нужно запретить Слушаю Ты слушаешь музыку, чтобы немного отдохнуть от демонстрантов? Это помогает мне расслабиться Мне врач посоветовал Потому что раньше я быстро раздражался А в моей работе очень важно сохранять спокойствие То есть ты ничего не имеешь против демонстрантов? Напротив Я их могу понять Я тоже дома сортирую мусор Кроме того, это же очень мирная демонстрация На прошлой неделе На мое дежурство выпала демонстрация левых радикалов Чем они только в голову бросить не пытаются Как вспомню, страх берет Из-за того, что у меня нет волос Меня немедленно обозвали скинхедом Но это же неправда У тебя просто лысина Что это еще значит? А ну-ка быстренько идите отсюда Если и не могу чего-то терпеть Так это людей, которые издеваются над моей прической Какой прич... Ну ладно, все ясно А почему ты так нервно реагируешь, если упоминать про твою... Мою что? Твои уши? Мои уши, да? Они сильно торчат, потому что волос нет, да? Нет, я не это имела Да-да, все так говорят Но я все равно вижу, как вы уставились на мою лысину И я попозже снова подойду Как хотите Я нескоро отсюда уйду Реакторы нужно запретить Реакторы нужно запретить Так, а это везде можно сделать? А ну давайте посмотрим Тикс Реакторы нужно запретить Реакторы нужно запретить Слушайте меня Слушайте ее Слушайте ее Слушайте ее Нет реакторов в тропических лесах Нет лысой планете Нет реакторов в тропических лесах Нет лысой планете Нет реакторов в тропических лесах А ну-ка Сработало? Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! А ну-ка. Привет! Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! Лысой планете? Вы в самом деле думаете, что я не понимаю, на что вы намекаете? Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! Вам это что, смешно им кажется? Это наследственная болезнь. Если вы немедленно не прекратите, вам всем придется убраться отсюда. Нет реакторов в тропических лесах! Нет лысой планете! Точно! Фашист! Заткнитесь, травоеды! Или я покажу вам, кто здесь лысый. Ах, вот как? Тогда поди сюда, если посмеешь. Нет реакторов в тропе! Знаешь, что я с тобой сделаю? Если вы немедленно не прекратите! Ха-ха-ха. Так, а мы возвращаемся. вот какая нука сейчас посмотрим т.к. tx окей это мы типа взяли это дальше чё ладно сейчас посмотрим так сюда нам так подожди электронный замок имел имелось ввиду лучше не стоит подожди а на что применять хм так открой а как же там все сложно но для чего нужны эти переключатели и рычаги посмотрим что будет если я этот рычаг кажется это был механизм самоуничтожения ткс Ладно, погнали Текс Ой-ой-ой, не сюда, не сюда, не сюда, Фейт, вот сюда Я чуть не туда пошёл Тек Работать Лучше не стоит, одно неверное движение, и вся конференция будет знать, что я здесь Может это... Лучше не стоит, одно неверное движение Подожди, а что-то там Так, подожди Чё? Что тут ещё есть? Устройство, какой-то шкаф А, переборки, это оно и есть, что ли? Теперь переборки должны быть открыты Сальвадор Сальвадор, прошу ответить Переборки больше не мешают Можно входить Надеюсь, это стоит расценивать, как Будет выполнено, Фейт Сальвадор 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 Так Заранее сделаем тогда одну штуку Если, конечно, у нас это получится сделать Фейт А, это ты? Где этот доктор Браун? В буфете Будто к месту прирос Охрана не должна меня видеть Так что приведи его сюда И как мне это сделать? Понятия не имею Придумай что-нибудь Хорошо Хорошо Отлично Апельсиновый сок Тикс Ага Я понял, короче, что приблизительно Нужно сделать Так, отвертка Надеюсь, никто скучать не будет Окей Тикс Теперь Ой, не туда пошел Бывает Так, сейчас посмотрим И апельсиновый сок Налить Стак Ой Подожди Это бы бросилось в глаза Да-да-да, знаю-зна А где стаканчик? Я бы ее ни при каких обстоятельствах пить не стала Да я не говорю тебе пить Это бы бросилось в глаза Не В смысле? А, специи, подожди, а где специи? Серьезно? Мы не взяли специи? Нет реакторов в прописочных лесах! Нет лысой планеты! Блин, ну это жопа какая-то... Подожди... Густая коричневая... Похоже, это какое-то искусственное пи... Не стоит бездумно хватать все подряд Блин, а я об этом не знал Совершенно точно, нет В смысле, нет? Лучше не надо Нет Ты издеваешься? Та ёбара с этой рассмотреть, ну? Зулузская огненная смесь специй Выглядит довольно опасно Давай Не понимаю Не понимаю Чего ты не понимаешь? Нет, нет В смысле? А-а-а! Не на пунш, а на эти Я понял Это я уже что-то не то думаю Привет, Оги Привет, девушка из будущего Там снаружи просто кошмар, что творится О, да, не демонстрация, а бочка с порохом Я лучше останусь здесь А то они как разойдутся Недолго осталось Мне очень жаль, у меня нет для тебя ничего нового Но если что-то изменится, ты будешь первым, кто об этом узнает Круто Нет реакторов в тропических лесах Нет высыплать Так Так Так, 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 так Окей, закусончики Посмотрим, как ему это понравится Моя-ау! 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 Кто? Кто вы? Я хочу, чтобы ты остановил электростанции Индеса. И с какой радости мне их останавливать? Ни с какой. Не остановишь ты, остановлю я. Что? Что вы делаете? С этими людьми разговаривать бесполезно. Прежде чем комиссия начнет обсуждение, я даю слово инспектору Брауну из Международной надзорной комиссии по энергетике. Господин Браун по поручению комиссии провел полную проверку систем и строительных проектов Индес Индестрис. Инспектор Браун, вам слово. Добрый вечер, дамы и господа. Чего? А, вот в это устройство кассета, да? Так. Увидев эти кадры, они должны образумиться. Вперед! Моя фамилия Браун. Я тщательно осмотрел электростанции и пришел к следующему заключению. Электростанции компаний Индес Индес Индестрис представляют огромную опасность для климата. Электростанции Индеса приведут к климатическому коллапсу глобальных масштабов. Если мы разрешим ему травить нашу планету своей грязью, уже к 2050 году нас ждут катастрофические изменения климата на планете, глобальное потепление, таяние полярных шап, подъем уровня воды мирового океана. Этот человек не Браун. И вы ответственны за то, чтобы этого никогда не случилось. Индес прав. Этот человек не может быть Брауном. Что означает это выступление? Охрана! Арестуйте этого человека! Так, и что нам делать? Так, а где гараж? Гараж, гараж, гараж. Идем в гараж. Тыкс. А мы сможем гараж открыть? Сейчас надо посмотреть. Так. Нет? Лучше не надо. Да я понял. К сожалению, от одного желания ничего не изменится. Ай, блин. Да я понимаю, а как его открыть? Блин, капец. А могли раньше это сказать? Нет? Нет, это, конечно, логично, да? Ну, типа, потому что Сальвадора этого отрубил этот... Ой, точнее, Брауна с Сальвадор отрубил. Ну, заходим, чё. Стоп, а где этот... Овощи. Посмотрим, что там в чемодане. Бумаги, бумаги, и снова бумаги. Ага, магнитная карта. Она может мне пригодиться. Мать, я это уже давно понял. Что карта может пригодиться. Так. Давай попробуем. И... Нет ядерной энергии! Нет ядерной энергии! Что всё это значит? Мы требуем немедленного отключения всех электростанций Индеса. А что будет альтернативой? Половина земного шара без электричества? Кажется, это моя реплика. Я повторю, водоросли Свенсена работают, и они в состоянии заменить электростанции Индеса. Вы же понимаете, что мы говорим об альтернативе атомной энергии? Я знаю эту водоросль. Я знаю, на что она способна. Перенесите конференцию. Через три дня я доставлю вам её экземпляр, и вы поймёте, что я права. Перенесите конференцию? Я не ослышался? Да. И вас послушали? Пришлось! Здание было окружено, копы лежали связанные в туалете, а от банкетного стола остались лишь воспоминания. Представь себе, ни одного канапе с лососем. Вечер был испорчен. Полная, полнейшая ерунда. И что потом? Сальвадор полетел в Южную Америку, чтобы осмотреть электростанцию, а я прямо к тебе. Меня поколотили и связали, и да, остальное мне известно. Сейчас мы летим к исследовательской станции, чтобы забрать водоросли? Ага, в яблочко! Ладно, я помогу вам. При одном условии. Когда мы сядем, говорить буду я. Никаких больше заложников и осад. Понятно? Обещаю. Прикольно, прикольно. Бен! Старая рубака! Неужто снова увиделись? У тебя что, седина в бороде? Это контрольный визит. Я боялся, что ты зарулишь вместе со станцией на айсберг. Рад тебя видеть, барни. Ты сказал Дюбу, что я прилечу? Он был не особо рад этому. Надеюсь, ты захватил шелковые перчатки? У меня не было времени собраться. А вот это вот интересно. С кем это ты? Ах, да. Позвольте представить. Принцесса Лея. Что? Это же совсем не так. Меня зовут Фей. Прелестно. Ты выбрал интересный момент для посещения. У нас с Дюбом сегодня и завтра презентации для инвесторов из промышленного сектора. А что с государственными грантами? А ты что, еще не в курсе? Я думал, Дюб расскажет тебе. Финансирование нам сократили. Что? Бент, это катастрофа! В самом деле, это конец. Вся моя работа, все напрасно. Вовсе не обязательно. У меня есть инвесторы на примете. Только вчера согласилась настоящая звезда. Мы должны с ними поговорить. Сначала вам нужно пройти медосмотр. А потом... Ха! Да мы запросто разделаемся со всем этим. Нет ничего проще. Интересный будет день, поверьте мне. Да, быстро главы. Атлас, часть первая. Да. Вот так атлас, так атлас, да? Да, игрушка коротенькая, коротенькая игрушка. Итак, Бент, вот и все, я с вами закончил. Все в порядке, док? Можно и так сказать. Для человека с вашей историей болезни жаловаться совершенно не на что. Покой пошел вам на пользу. Ааа. Хм. Так, дорогие друзья, я сейчас вернусь, а здесь просто такая маленькая пауза. Просто секундочку. Подождите секунду. Я вернусь. секунду. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так что будем смотреть, что дальше... Продолжение следует... 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 Ладно. Окей. Мы сегодня оказали на них сильное впечатление. Ты показывал им лаборатории? Нет, но был фантастический завтрак с атлантической семгой. Хм. Да-да, я знаю, что ты думаешь. Подрыв мировых запасов рыбы, вымирающие виды. Проблема только в том, что сегодня мы не можем себе позволить с поучительным видом поднимать указательный палец. Никто не хочет связываться с узколобыми зелеными фанатиками. Но мы же как раз узколобы и зеленые фанатики. Неверно. Мы фанатики с атлантической семгой. С нами можно нормально поговорить. Барни, мы не должны продаваться. Не будь ты таким наивным, Бен. Нам нужны деньги. А это значит, что нам придется примазаться к высокомерным бизнесменам. Каждая моя клетка сопротивляется этой идее. В этом и заключается различие между тобой и мной. Ты хочешь заниматься исследованиями, а я должен делать всю грязную работу, чтобы твои исследования финансировались. Иногда места для романтичных представлений об улучшении мира просто нет. Да, я знаю, я знаю. Вот, Барни, похоже, все. Можно мне теперь пройти? Ладно. Имя на месте, печать на месте. Все в порядке. Пришло время для твоего триумфального возвращения. Ха! Фуф. Нервничаешь? А должен? Как-никак прошло два года с тех пор, как ты последний раз видел сына. О, чушь какая. Я не нервничаю. А... Да? Ты не мог бы пойти первым? Мне нужно помочь одному маленькому борцу за лучший мир. Ха-ха-ха-ха. Ну что? Мне в туалет надо, и я не нервничаю. Да, понятное дело бы. Само собой. Доктор Свенсон. Как бы выразиться повежливее, то, что вы нам сейчас рассказываете, пронизано банальными общими фразами и эзотерическими фокусами. Мы знаем, что когда-нибудь нефть у нас кончится. Мы знаем, что тогда наступит огромный энергетический голод. Мы также знаем, что какие-то недоумки постоянно беспокоятся о нашем климате, когда им предлагают эффективные варианты решений. Чего мы не знаем, так это причина, по которой вы, черт побери, здесь появились. О какой же чудесной технологии вы говорите, когда утверждаете, что одним махом можете решить все проблемы нашей планеты? Большое спасибо за подсказку, господин Индес. Я говорю о технологии, которая не связана с выбросом в атмосферу вредных веществ. О технологии, которая легко воспроизводится и может использоваться в любом доме, которая так эффективна, что... Эм... Я правильно вас понимаю? Ваше чудесное растение будет стоять у потребителя в саду? Эм... Да. Волшебное слово воспроизводство. С помощью небольшой установки, которая помещается на любом балконе, дом может полностью автономно снабжаться совершенно экологичной энергией. В ходе процесса, который называется нитрогенез. Он хотел сказать гидрогенез. Эм... В ходе процесса, который называется гидрогенез, цианобактерии под воздействием света из воды и воздуха выделяют высокоэнергетический водород. Однако степень эффективности выхода энергии достигает значения 0,08%. Что? Это же совсем не так. Там было 0,8%. Может быть, ты сделаешь доклад, отец? Я... Давайте несколько сократим эту неловкую семейную сцену. Меня интересует лишь вопрос о деловой модели. Если ваши водоросли можно словно рассаду выращивать на балконе, что мы будем тогда продавать? Никто же не собирается раздаривать энергию бесплатно, верно? Хе-хе-хе. Мастерию в действии. Или так? После перерыва мы вам покажем сине-зеленую водоросль, а потом займемся расчетами. Ровно в два увидимся снова. Большое спасибо. Это было что-то. А куда так быстро убежал Дюв? Мог бы и поздороваться. Не обижайся на него. Сначала все эти волнения по поводу презентации, потом вдруг совершенно неожиданно объявляется его отец. Он просто немного ошеломлен. Ему не в чем себя упрекнуть. Он хорошо справился. Меня куда больше беспокоит этот Индес. Эмилио Индес, бизнесмен. Он просто обязан задавать такие вопросы? Нет. Нутром чую. Что-то он задумал. Я выйду отсюда только тогда, когда выясню, что. Так. Бутылка воды. Так, хорошо. А, разговариваю... С Барни разговаривать еще нужно, да? Барни, можно тебя кое о чем спросить? Само собой. Валяй! А что этот Индес вообще здесь делает? Он был на посвященной климату конференции в Осло, и там, видимо, узнал о наших исследованиях. В любом случае, он позвонил мне сразу же после ее окончания, чтобы договориться о встрече. Этот человек загрязняет окружающую среду больше, чем кто-либо еще на нашей планете. Я знаю. Но если он окажется нашим единственным инвестором... Тогда мы продадим душу дьяволу. Бент, я знаю, что тебе это не нравится. Но я подчеркну еще раз. Иногда, если хочешь сделать что-то хорошее, приходится идти на компромиссы. А что это за парочка у стола? Это мистер и миссис Вагнер. Компания Вагнер и Вагнер из Ванкубера. Они специально прилетели сюда из Канады? Эм... не совсем. Они сняли себе домик во фьорде, когда услышали про презентацию. Будем надеяться, что они не относятся к этому посещению как к однодневной прогулке. Еще туристов нам тут не хватало. Нам не хватало людей с деньгами, а у них денег куры не клюют. Так что, пожалуйста, будь с ними повежливей. А что это за человек в белой одежде? Это Саид Янзир. Он бухгалтер крупнейшего из крупнейших нефтяных магнатов на Ближнем Востоке. Всего лишь бухгалтер? А что вообще может решать бухгалтер? Его босс сначала собирался прибыть лично, но потом вдруг отказался. Бент, времена у нас плохие. Мы должны брать, что дают. Ничего себе перспективы. А что это за человек в желтой куртке с галстуком? Его зовут Майк Зенфт. Он у нас на стажировке. И что? Что он задумал? Трудно сказать. Большую часть времени он просто бегает кругами и делает какие-то записи. Если бы я не знал наверняка, я бы подумал, что он пишет роман. Ха-ха. Ну, конечно. Да кому придет в голову писать историю про таких, как мы? Ха-ха-ха. Хороший аргумент. Ну, а ты же знаешь, сумасшедших везде полно. Сын. Тогда я пойду дальше. Удачи! Так, хорошо. Что за миска я не вижу? А, закуска! Текст-указку возьмем. Ага. Так, хорошо. Женщина. Вам пока нравится презентация? О, да. Все просто прелестно. Особенно мне понравился полет на вертолете. Я имел в виду цианобактерию. Технология вас убедила? После перерыва будет наглядная презентация. Если она будет такой же удивительной, как полет, у вас отличные шансы. Вы ждете шоу? Да. Удивите нас, тогда вы получите наши деньги. Ха-ха-ха. Такс. Такс. Окей. Я так понимаю, что... А, шторы... Заклинило. Так подожди, а как выйти-то? Ничего не понимаю. Окно закрыто. Подожди, а где там... Выход. А-а-а, балконная дверь. Что вы скажете о презентации, мистер Индес? Как вы думаете, есть смысл инвестировать в эту сине-зеленую водоросль? Ха-ха-ха-ха-ха. В эту морскую капусту? Да не в жизни. Но это я вам и раньше мог сказать. Если вы все уже знали, зачем же вы тогда здесь? Я тут, чтобы устранить некое досадное недоразумение. Небольшое такое недоразумение, вроде комара или маленького камушка в ботинке. Навязчивое, как норвежец с лишним весом, который вмешивается в дела, никоим образом его не касающиеся. Продолжайте, не обращайте на меня внимания. О каком досадном недоразумении вы говорите? Я расскажу вам, когда мы снова окажемся наедине. Ага. А-а-а, подожди. Где у нас эти фисташки? Я понял. Птиц нужно отвлечь. Любите фисташки? Вот. Хорошо. Так, окей, заходим обратно. Так, а сейчас получится? Ничего не понимаю. Окно закрыто. Заклинило. Какого рычага, подожди. Стоп. Э, так ничего не выйдет. Я понял, подожди. Какая ерунда. Какая ерунда. Так, подожди. Заклинило. А-а-а. Стоп. Кнопку рассмотреть. Система управления занавесом. Система управления занавесом. Система управ... Так дело не пойдет. Заклинило. Заклинило. Слушай, я понял, что заклинило. Открывашка совершенно новая. Барни, видимо, не хотел сегодня предоставлять дело случаю. Заклинило. 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 А как кнопку поврежа рассмотреть? Система управления... Это я понял. Какая чушь! Это рычаг для управления окном. Заклинило. Заклинило. Слушай, я понял. Стоп, шторы... Заклинило. Ты подойди, шторы закрой сам. Заклинило. Ты издеваешься? Заклинило. Тыкс. А как их поближе-то, рассмотреть жалюзи-то? Система управления занавесом. Я же ученый, а не скульп... Должен быть другу. Заклинило. Окно открыто. Это рычаг для управления окном. Подожди. Я же ученый, а... Не думаю, что это удачная мысль. Это потеря времени. Заклинило. Хех. А потом? Слушай, а как-то тупо работает по прохождению. Сказано, что именно так нужно сделать. Но все равно не получается. Эээ... Подожди. Вперед. Ха. Подходит идеально. Хорошо. Я начинаю заниматься ерундой. Какая чушь! Какая ерунда! Подожди. А... На какую... Не, так ничего не выйдет. Окном легче управлять с помощью рычага. Это потеря времени. Заклинило. Это не имеет смысла... Да не орить ты, бля. А что мне потом делать? Эээ... Окном легче управлять с помощью рычага. Заклинило. Философский камень. Открывашка на указке. Гениально. Ладно. Вы боитесь, что водоросль уничтожит ваш рынок? Если действительно появится такая вот цветочная энергия, которую каждый сможет выращивать у себя на балконе, то да. Но от этой травы не заработает даже тостер. Меня беспокоит только то, что эти идиоты в Осло решат иначе. И что вы собираетесь предпринять? Что сделал бы любой разумный предприниматель? Я вас куплю. Один экземпляр отправится к нам в шкаф. Остальное на дно ворское. Где и должны жить водоросли. Бон вуаяж, доктор Сэнсон. Аривидаэрчи, биоток. И что самое прекрасное, пока никто больше этим не интересуется, я за все это заплачу сущие копейки. Вот свинья. Итак, господа, перерыв подошел к концу. Прошу вас снова занять свои места. Теперь мы переходим к презентации нашей технологии. Как видите, у наших ассистентов есть по образцу водоросли. Доктор Сэнсон, можно вас попросить? С радостью. Он про меня. Разрешите мне? Я проработал над этой технологией 30 лет. Я знаю, как вытянуть из нее максимум. Эмм. Ну, хорошо. Прошу вас. Так. Эту штуку специально сюда положили. И в генератор уже поступает больше водорода. Так. Так. Надо немного освежить водоросль. Вот. Мембраво, но в инвентаре, да? Ну, хорошо. Я заверну аккумулятор в сетку. Так. Экс. Это называется манипуляция. Таким средством я обращаюсь только тогда, когда уже нет другого выхода. Окей, хорошо. Подожди. А-а-а. Генератор использует вырабатываемый водоросль. Подожди, я понял. Так. Теперь у водорослей есть свет и чистая вода, и газ начинает попадать в генератор. И лампочка светится. Браво! Разве вы не видите всю гениальность этого представления? Единственное, что я вижу, это гору слизи в аквариуме. Доктор Свенсон, поскольку это, кажется, никого больше не интересует, я бы с радостью купил эту слизь. Стоп, еще минуточку. Я кое-что забыл. Презентация еще не окончена. Ну, жду не дождусь. Так. Последний штрих на генератор. Если это сработает, я, начиная с сегодняшнего дня, буду верить каждому слову, Фэй. О, боже. Что? Что вы наделали? Я... Просто хотел... Это тот самый нитрогенез, который вы нам обещали? Никогда не думала, что 0,8% могут быть настолько мощными. Доктор Свенсон, почему вы сразу не показали нам это вместо зачитывания длинных монологов об энергии ветра? Я не знаю. Спросите моего отца. Это он тут, некоронованный эксперт. Ээээ... Ээээ... Кто из вас двоих получит наши деньги? Да уж. Этот дурацкий врач. Я не собираюсь отдыхать. И я не больна. Фэй, ответь, прошу спеть! Хм? Алло? Ты должна пить! Удар! Все погибли! Дельвин, что ты там говоришь? Что за удар? Вода! Инд... Чёрт! Что-то не так с антенной. Разве Огги не собирался прикрепить её к вертолёту? О, нет! Надеюсь, он её не сломал. Лучше проверить. Так, играем за... Ммм... Так, подожди, а где у нас душевая? Что за сообщение? О, кто-то оставил мне сообщение. Добро пожаловать на исследовательскую станцию Атлас-11. Это дом цианобактерии Свенсона Хинрикс, оцененный международным сообществом. Еда, а также кофе и пирожные подаются в нашей прекрасной столовой круглосуточно. Если вы хотите связаться с материком, свяжитесь, пожалуйста, с нашим главным радистом на крыше. Если вам нужно что-то ещё, обратитесь, пожалуйста, непосредственно ко мне, в барни Флинту. Второй этаж, самая дальняя дверь. Просто постучите. От имени всей нашей команды, Дюва Свенсона и Лисы Хинрикс, я желаю вам приятного пребывания на станции и множества познавательных часов. Подпись, барни Флинт, управляющий директор. Как мило. Те... Ну окей. А, понял. Пакет. Лак для ногтей, тушь для ресниц, губная помада. Зачем людям рисовальный набор для лица? А-а-а, этот напильник пригодится. Тикс. Так. Хм-хм-хм-хм-хм. Идём. Оу. Нифига здесь. Вот оно чё. Эй. Та... Куда ты пошла? Фейт. Ладно, буду... Буду её звать Фейт. Так. Ага, инвентарь мы нашли, да? Так, сохранить. Если б я ещё знал, что сохранять. Ну да ладно. Хотя бы так. Вот. Я надеюсь, дорогие друзья, вам понравилось. Аригото за просмотр. С вами был Казуко Фэмили. Я думаю, эта часть вам понравилась. Была довольно насыщенная. Следующая часть тоже должна быть интересная. Но, к сожалению, эта игра относится к тому, что она короткая. Но... Интересная. Короткая такая, увлекательная, интересная квест от создателей Дайдалик. Которые делали квест с толпой земли. Ну, Pillars of Eternity, по-моему. Вот. Что я могу сказать на прощание? Не забывайте о канале Казуко Фэмили. Дорогие тяны, куны и новые подписчики Казуко Фэмили. С вами был Денчик. Вот. Хотел сказать злой перчик. Ну ладно, это шутка. В общем, всем... Всем, точнее. Всем-всем-всем-всем-всем. До новых встреч. Всем всего хорошего. Тёплых вечеров. Всем удачи. Всем пока-пока.